Галина, вы же поняли, что отвечать я на ваши вопросы не буду. Я не боюсь это такие правила. Галина, у меня нет желания объяснять правила. Правила есть. Вы когда едете на зеленый свет, а на красный надеюсь, вы же не спрашиваете у патрульного почему надо же на красный свет стоять, а на зеленый ехать. Они просто есть. Вы их выучили поэтому вам штрафы не дают. А если вы поехали на красный вам дают штраф.vсё. Вот такие правила у меня. Представьте что вот красный свет это когда вы задаёте вопрос и зеленый когда вы на вопросы отвечаете. Всё. Это не обсуждается. Вы же к Путина не обсуждаете? Взрыв к Крокосе или к Крокосе не обсуждаете? Таджик уху отрезали. Не обсуждают, так и меня не надо обсуждать. Здравствуйте. Здравствуйте. Айгиря из Казахстана, меня зовут Айгиря. Айгиря? Витал, Алга, Казахстан. Красивая у вас... Национальные костюмы на аватарке. Это вот в честь наурызы? Да, у меня такая страничка, если зайдете, посмотрите, у нас там национальный колорит. Супер. У нас сейчас Казахстан переживает такое, как бы, венессанс национального возрождения. Это супер. Я слышала уже у многих казахов, да, что у вас сейчас проходит праздник, и все вышли. И дети, и пожилые люди, и молодежь еще. Это очень приятно. Было стыдно выходить без костюма. Да вы что? По степени. Стыдно без костюма выходить было. А обувь тоже у вас костюм? Обувь? Или обувь можно обычную? Обувь, ну, сапожки. Не важно. Главное, чтобы наверху вот все. А кто вам все это шьет? А кто вам все это шьет? У вас местные мастера или магазин уже? Есть местные, есть обшивают у нас из Кыргызстана сейчас, значит, в Кыргызстане, к счастью, там у них более развитая текстильная промышленность, чем у нас в Казахстане. Но у нас есть заказы, у нас маленькие ателье по заказу шьют. Кто-то в Китае, вы же знаете, у нас сейчас эти возвращаются наши казахи, очень много с Китая приехали в этом году. И вот они вот нашу законсервированную культуру, не тронутую совком, везут обратно. Офигеть! Кстати, эти люди, эти казахи качественно отличаются от тех казахов, которые возвращаются, например, с России. А, надо же! Понятное дело. А китайцы, вот как бы к Китаем не относились, да, к китайцы идентичность наших казахов не стерли. Я когда зашла к вам, я слушала вот этот разговор про Крокус и вот про казнь, и мне хотелось вот сказать насчет этого, что Россия настолько расчеловечила вот такими показательствами своих граждан, что вот эти вот видео никого уже не шокируют, да, вот эти видео с оторванными ушами, с проводами. Я еще, да, хотела, я хотела еще добавить к вашей мысли то, что мне кажется, если Путин прошел точку, на которой, по идее, любое общество должно сказать нет. Ну, например, что-то разрешает, разрешает, а потом вот стена, да, люди говорят, а больше нельзя. Он прошел это. Теперь датчик, можно будет все, можно вводить публичные порки, можно пороть женщин, которые непослушные или хотят, и можно отменить разводы. Можно отрубать голову, руки, если кто-то там что-то там не помыл или, как помните, у нас там за колосок расстреливали. Вот сейчас можно будет делать все. Вот то же самое, что Сталин пересек границу, ему не сказали, нет. Наши деды, которые взяли Берлин, типа такие, знаете, взяли Берлин, что они взяли? Берлин как стоял, так и стоит сейчас, но они не взяли Сталина за яйца, и вот эти внуки теперь не взяли Путина за яйца. Поэтому у них на России или в Советском Союзе, или в Царской России, ну вообще никогда не было этой точки. Никто не мог нащупать эту, знаете, эрогенную зону, где у российского народа есть точка под названием нет. У них вообще слово нет отменить, потому что оно ему не нужно. Насколько можно далеко зайти, что для них является табу? Да, вот, например, даже взять собаку, да, вот если собаку бить, если собаку бить, да, вот берешь эту собаку, ты ее любишь, да, или ты не любишь, ну вот, хозяин, да, а потом начинаешь издеваться. Я слышала случаи, когда ты ее бьешь, бьешь, а потом она вцепливается тебе в руку. Вот это и есть точка. И кошку, или там мышку, и белку, кого вы хотите приучить, все будут отталкиваться, ну, это инстинкт любого живого существа. Не разрешать перехать. Можно делать, ну, а потом этот несчастный потом тебя уже убьет, называется самозащита. Где за самозащита народа, где? Пришла женщина из Алтая, я показала дорог, половина города с дорогами, половина без. 24-й год, 21-й год, 21-й век, 24-й год. Какой-то порыв трубы, какой порыв? Как это можно порваться трубе? Это юбка, что ли? Представляете, я показала, что там Алтая, я говорю, у вас семья должна расти, правильно? Семья должна, ну, больше мужчин, женщин, детей, внуков, правильно? Ну, как люди нормальные. Если надо будет, пойдет и вернется счастливым здоровьем. Как он может вернуться с Украины? Кто у нас в Берлину вел? У нас под Берлином погибло, там, не знаю, там, 400 тысяч советских этих военных погибло. Под Берлином, зачем они там вообще погибли? Дошли бы до границы, все. Зачем они убивали мирных немецких жителей? У них постоянно где-то, знаете, пойти погибло. То есть у нас женщины, наверное, на 20 женщин один спермобык был, чтобы, знаете, чтобы рожать. Один спермобык на 20 женщин. Ну, такой фатализм, да, у них. Я, знаете, хочу сказать вот такую мысль у меня. Я когда услышала вот это, об этой трагедии, безусловно, я не оправдывала любой вид терроризма. Ну, понимаете, это не терроризм. Если что, они, я извиняюсь, ко мне вчера пришла женщина и говорит, у вас самолеты взлетели. Ну, сравнили, суки, четыре человека на ногах зашли, и никто их не остановил. И самолет, как самолет, нужно что, установками остановить? Ну, самолет же взлетел, и все. А у вас, суки, пришли, расстреляли, облили бензином, вышли, сели, поехали. И вы приехали еще через полчаса, какая-то там что-то еще, а потом через час сорок приехал СОБР. Это что, это что, то одинаково, что с башнями и близнецами, что ли? Час сорок на СОБР? Четыре человека можно, так заходите, таджики, каждый день заходите куда-нибудь, во все, все, что там есть, можно сжигать, потому что у вас ничего же не работает. Это не терроризм, это, наоборот, приглашение к каким-то террористическим действиям. Им разрешили туда зайти, им разрешили сделать все, что они хотели. Разрешили сходить еще руки помыть перед выходом, потому что они запачкались, сесть в машину разрешили и уехать. А потом по дороге еще поменялись с этими таджиками, которых они подставили, и куда они пошли, неизвестно. Убийцы гуляют, россияне. А если они гуляют, значит им разрешили гулять. Значит, они еще раз это сделают. Разрешите закончить мысль, я закончу и выйду, не буду занимать, потому что интересно, вы ведете беседу с этими расистками, орками. Я хочу сказать, что последний раз, когда я жалела россиян, это была трагедия в Зимней Вишне. Больше у меня жалости к ним нет. Три года назад или четыре года, или пять лет была эта трагедия, неважно. Еще хочу сказать такую мысль с защитой каких-то там, да, от нацистов, вот каких-то там выдуманных в других республиках, да, в том числе в Украине, когда вы своим гражданам не можете обеспечить полноценную защиту, если ваши граждане мочат как собак, да, вот просто мочат, я не знаю, вы не можете. Они этого не видят. И когда они еще говорят, что мы не сочувствуем, мы якобы оправдываем терроризм. У нас в Казахстане, оказывается, есть граждане, которые сочувствуют россиянам, да, и выпускают белые шарики, ходят в память о погибших. Но при этом они, никто из них, этих расистов, не вышел, когда у нас был кровавый контар, когда у нас была трагедия с шахтерами. Они никто не был солидарен с нашими казахами. Но считают за свой долг, своим долгом выйти, быть солидарными с россиянами, которые каждый день убивают людей в Украине. Вот это у меня мысль такая. Рахмет, спасибо, что запустили. Да. Ваш эфир интересный. Спасибо. Я сейчас дополню вашу мысль. Спасибо. Что вы сказали, что вы переживали за эту зимнюю вишню. Так вот, вчера я слышала одного, не знаю, мужчину в Ютубе, что он сказал, как можно вот так убивать людей? Я взяла ролик, говорю, а как так? А как вот так вас убили? Вот как так убили? Получается, вам не нравится, когда четыре террориста заходят к вам в открытые двери, и у вас, кто убил всех этих людей, которые сейчас убиты, 100 человек? Это они расстреляли, или они убиты были, потому что они были забаррикадированы дверью? Это они забаррикадировали дверью? Или Путин? Так вот, я говорю, если вам не понравилось, как четыре человека, к вам приходят, так вы поставили туда 400 тысяч человек. Понимаете? Вам пришло 4, а придет 8 понравится? А придет 48 понравится? А придет 100 тысяч понравится? Как это так? Получается, у вас что, мерки другие? Получается, у вас особенные люди живут, да? У вас особенные дети, особенные женщины, особенные какие-то чувствительности, какой-то вот такой смертью умирать нельзя, да? А то, что...